Там уже появлялись Б-52. В самой Арктике там нет проблем, которые заставляли бы трудовый сдерживать. Не дай бог, случится что-то плохое, то все ракеты полетят через Северный полюс. Научная сотрудничество очень сильно пострадало. Но хорошо, что хотя бы ручеек какой-то остается. В новом подкасте Российского Совета по международным делам мы поговорим о вопросах безопасности в Арктике и об оценке рисков и угроз в военной и невоенной сфере в этом регионе на фоне активизации военной деятельности в Евро-Арктической зоне западных государств, которая стала особенно заметна после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. С нами сегодня Андрей Владимирович Загорский, кандидат исторических наук, член Российского Совета по международным делам, заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов ММО-РАН, профессором ГИМО. Андрей Владимирович уже продолжительное время занимается изучением и анализом вопросов безопасности в Арктическом регионе. Ведущая подкаста Наталья Вяхерева, кандидат политических наук, программный менеджер Российского Совета по международным делам. Андрей Владимирович, в одной из своих статей, которая была опубликована в соавторстве с Андреем Тодоровым в 2021 году и называлась «Военно-политическая обстановка в Арктике. Очаги напряженностей и пути деэскалации», вы проводили анализ военно-политической ситуации в Арктическом регионе и в сфере рисков безопасности. И тогда вы предложили использовать следующие параметры для оценки военно-политической обстановки в Арктике. Я назову эти параметры размещение государственных военных сил и средств в регионе на постоянной основе, наличие у них сил и средств для временного, то есть сезонного развертывания в Арктике, строительство береговой инфраструктуры для базирования и обеспечения оперативной устойчивости размещенных или временно развертываемых сил и средств в Арктике, и динамика военных учений в регионе, а также их частота, масштабы и сценарии. Но это был еще 2021 год, то есть до ситуации обострения в сфере безопасности. Эти параметры, они остаются актуальны к настоящему моменту? Опираясь на них, как вы оцениваете военно-политическую ситуацию в регионе к настоящему моменту? Добрый день, спасибо. Эти параметры для критерий для оценки остаются абсолютно значимыми, потому что с их помощью мы можем отслеживать, что происходит в регионе. И здесь очень важно, конечно, что параметры были сформулированы несколько раньше. В 2021 году мы их обозначили в статье с Андреем Тодоровым, чтобы было понятнее, как мы смотрим на развитие событий. В 2021 год статья, которая вышла, в которой анализировалось положение дел на основании этих критериев, это был период как раз до нынешнего обострения отношений. Поэтому наиболее интересно, конечно, смотреть на то, что происходит, начиная с 1922 года в Арктике. Значит, здесь важно отметить, что вторая очень важная вещь, об этом мы писали, заключается в том, что Арктика большая, и нельзя ее всю рассматривать в нечто единое целое. И вот с точки зрения этих параметров, конечно, мы видим разную картину. Если брать с одной стороны евро-арктический регион, включая Сахапутную Арктику, это российская Арктика на севере, это север Кенляндии, Швеции и Норвегии, и моря Баренцева норвежская, но там примыкает еще частью этого театра является Северное море. Есть большая центральная часть Арктики, большая часть восточная, вот там Чкотское море, море Баффины и так далее. Они принципиально отличаются друг от друга по всем этим перечисленным параметрам. Вот мы видим нарастание деятельности в евро-арктической зоне, особенно после вступления в НАТО, Швеции и Финляндии. Причем здесь, наверное, даже большую роль играет не столько морская составляющая, хотя для Арктики морская составляющая, но более важная. А здесь появляется очень важный сахапутный элемент, поскольку Финляндия непосредственно ограничена с Россией, северные территории двух стран Финляндии и Норвегии непосредственно примыкают к районам постоянного базирования российского стратегического флота. И это, конечно, больше всего, наверное, беспокоит наших военных. Поэтому если смотреть на эти три зоны Евро-Арктика, центральная часть Арктики и восточная часть Арктики, то мы можем констатировать, что на востоке и в центральной части Арктики практически ничего не меняется. Там нет ни береговой инфраструктуры. Ну, на Аляске есть постоянно размещенные силы, небольшие американские, но они вообще не относятся к арктическому региону, они относятся к индо-тихьянскому командованию США, подчиняются ему, а не северному командованию, у которого нету сил своих сил и средств непосредственно Арктики. Значит, здесь важно, что если брать евро-арктическую часть региона, то здесь мы, во-первых, не видим постоянного размещения иностранных сил даже после вступления Финляндии и Норвегии. Вот летом было принято решение о том, чтобы обозначить присутствие стран НАТО в Финляндии в городе Миккель, недалеко от российской границы. То есть это будет девятая боевая группа, которую НАТО развертывает на... Ну, это не восточный, это северный фланг. Финляндия, Швеция вместе с Норвегией относятся к командованию Норфо Северной Атлантикой и Северной Европы. Вот пока не ясно, что там может появиться, в каком количестве. СМИ писали о бронетанковой бригаде. Пока не ясно. Решение окончательно по параметрам не было принято и не было обнародовано. Пока тут принципиально. Вот это будет, наверное, единственное размещение. И по составу тоже будет видно, речь шла пока о том, что там могут появиться шведские и норвежские солдаты. В остальном здесь не происходит постоянного размещения сил и средств трансчленов Альянса. Но мы видим, что постоянно, это началось еще до 1922 года, постоянно происходит временное развертывание сил и средств в ходе учений. Норвежские учения, холодный ответ сейчас преобразован на учение в северный ответ, они проходили раз в два года. Вот самые последние учения прошли в марте 2024 года, где отрабатывался вариант о оборонительных действиях на севере Норвегии, в восточной провинции Финмарк. Там норвежцы редко проводили учения, поскольку эта провинция ограничена непосредственно с Российской Федерацией. Правда, и здесь они соблюдали взятые на себя ограничения о том, чтобы не проводить учения в восточной 24-й долготы. То есть не проводить их непосредственно вблизи с границей Российской Федерации. И предупредили нас об этих учениях, по прямой связи предупредили командование северного флота. Тем не менее, в учениях принимали участие преимущественно норвежские, шведские и финские войска. Большая часть – это норвежские войска. А по замыслу учений для подкрепления обороны северной Норвегии, шведы и финны перебрасывали свои силы на север. Там много проблем, потому что в основном транспортные коммуникации идут по линии север-юг, но не восток-запад или запад-восток. Поэтому так вот через границы просто перебрасывать не получается. Но это было частью больших учений, которые НАТО проводит. И проводило, начиная с начала 24-го года, «Стедфаст-дефендер», в ходе которого как раз отрабатываются региональные планы обороны, которые были примуты в прошлом году для восточного фланга и для северного фланга. Это переброска американских войск в Европу, и затем развертывание американских и других войск стран НАТО на разных театрах, на восточном фланге, на севере, для подкрепления национальных сил, которые там размещены. Это самое крупное учение, которое проводит Альянс. Правда, на севере Европы в этом году они оказались меньше, чем то, что мы видели два года назад в Норвегии. Тогда учения участвовали в 30 тысяч, вы нас служили сегодня в 20 тысяч. Но модель учения остается та, которая сложилась начиная с 22-го года. Это уже больше не реагирование на стихийные какие-то бедствия, это не реагирование на чрезвычайные ситуации, техногенные и так далее. Это уже отработка вариантов усиления. Но опять-таки модель размещения, это не постоянное размещение сил, а создание инфраструктуры для возможной быстрой переброски войск, для усиления в угрожающих период. Поэтому здесь пока в принципиальном плане остается только подключение к Финляндии и Швеции, и параметры того, что это будет означать, нам остается еще увидеть. Соответственно, инфраструктура есть, она как раз есть в этой части Арктики. Ее нет на востоке, береговая, а здесь все-таки более теплая часть Арктики. И здесь есть береговая инфраструктура, и сухопутная инфраструктура. Конечно, важное значение имело то, что в конце 23-го года, а сейчас это было уже сертифицировано, подписали Швеция и Финляндия соглашение США об оборонном сотрудничестве. Главная часть этих соглашений, помимо определения статуса, прав полномочий и так далее, главная часть этих соглашений заключается в том, что в приложении перечислены военные объекты, которые войска США могут использовать в случае их развертывания пока на временной основе. И это, наверное, самая серьезная вещь, потому что в Финляндии это 17 объектов. Правда, в основном там склады для вооружения и боеприпасов, но это все-таки два объекта военно-морской инфраструктуры на юге страны, на Балтике. Это четыре авиабазы, которые США могут использовать. Вот там уже появлялись Б-52, хотя на военном развертывании, но тем не менее это то, что мы видим как нечто угрожающее. Вот, наверное, это главное изменение, которое произошло. И дальше мы смотрим, будет что-то меняться дальше или на этом остановится, пока мы не видим симптомов того, что это будет дальше идти по нарастающей. И с точки зрения учений, и с точки зрения присутствия стран НАТО на севере его. Там многие вещи пока еще не определены, потому что только-только отрабатываются. В общем-то, только в самом начале пути находится процесс интеграции Финляндии и Швеции во все программы и структуры НАТО. И с точки зрения планирования, и с точки зрения оперативного планирования, там до конца не решены вопросы, какое командование, одно из трех оперативных командований. Ясно, что они будут включены к командованию в Горфуке, но пока это командование еще не завершило свое комплектование полное, вопросы будут решаться еще дальше. Только здесь, я хочу подчеркнуть, только здесь появляются некоторые изменения, которые мы можем рассматривать как серьезные и угрожающие. Самое печальное заключается в том, что у нас практически со всеми странами Альянса, и что особенно печально и с Финляндии, и Швеции, нет налаженных постоянных линий коммуникации между военными. Они остаются только с Норвегией. Норвегия, наверное, единственная страна НАТО, которая сохранила все свои контакты. И прямая линия связи с Генеральным штабом вооруженных сил Российской Федерации. И раз в две недели прямой контакт между начальником Генштаба Норвегии и командованием Северного флота Российского. Но в условиях, когда напряженность не просто возросла, но продолжает нарастать, когда идет определенная, продолжается эскалация на фоне конфликта на Украине, то понятно, что в этой ситуации все стороны оценивают действия другой стороны с точки зрения наих лучшего сценария. И вот это, конечно, может привести к непреднамеренной эскалации событий, особенно если они будут проходить в будущем на территории Северной Финляндии. Там небольшие учения, ну, не на Севере Финляндии, но на Востоке проходят. Если будут крупные учения на Севере Финляндии с привлечением к какой-то серьезной американской военной составляющей, то это, конечно, может усиливать озабоченность российскую, и это будет интерпретироваться с точки зрения на их лучший вариант развития событий. Я вот обращу внимание, у нас был такой эпизод, он не так часто звучит в литературе, в 83-й год, на фоне начинавшегося размещения американских ядерных в то время ракет средней дальности в Европе проходили такие же комплексные натоские учения, состоявшие из множества разных учений. В том числе они завершались учениями Эйбл-Арчер, в ходе которых проходила иммутация пуска ядерной ракеты. И хотя у нас была информация, и натоцы специально фильтровали эту информацию о том, что это будет, как это будет, тем не менее, военном руководстве СССР тогда это воспринимали как вполне вероятную попытку США нанести первый ядерный удар по Советскому Союзу. Этого не было в планах, но эристрахи нагнетаются в условиях рушенной напряженности. Это, наверное, самая опасная сегодня была в этой ситуации. Вы упомянули, что на фоне происходящих событий возможно возникновение рисков непреднамеренной эскалации. Исходя из этого, можно ли охарактеризовать отношения между Россией и западными странами в Арктике как взаимное сдерживание или как стремление к взаимному сдерживанию? Это часть более широкого взаимного сдерживания. В самой Арктике там нет проблем, которые заставляли бы друг друга сдерживать. Но, строго говоря, вот тот регион евроарктический, который я обозначил, он с точки зрения планирования в Альянсе относится к Северной Атлантике. Командованию в Норфолке и Второй Американский флот. Его главная задача обеспечивать морские коммуникации на Севере Атлантики и не позволять нашим подводным лоткам выходить в Северную Атлантику для каких-то выступательных операций или для пресечения командований. И вот это Североатлантическое измерение, оно заходит немножко в Арктику. Оно доходит до Норвежского и Баренцева морей. А дальше в Арктике там ничего такого серьезного не происходит. Ну, там есть стратегические взаимноиздерживания. Ну, вот в Большой Арктике расположены и у американцев, и у нас система раннего предупреждения на ракетном нападении. Там система противовоздушной обороны, противокосмической обороны и так далее. Но это часть большого стратегического ядерного издерживания, потому что, если, не дай бог, случится что-то плохое, то все ракеты полетят через Северный полюс. Бомбардировщики полетят. Они там летают сейчас, бомбардировщики. И наши, американские появляются реже, но тоже появляются, показывают друг другу, что мы здесь и мы готовы. И вот поэтому Арктика просто попадает в зону этого взаимного сдерживания, включая взаимное ядерное сдерживание. Но речь не про Арктику. Андрей Владимирович, Вы отметили, что пока преждевременно давать полноценную оценку вкладывающейся ситуации, что стоит дождаться видимых результатов вхождения Финляндии и Швеции в НАТО, так как сейчас происходит процесс их интеграции и их интегрирования в Альянс. А вот если взять саммит НАТО, который прошел в Вашингтоне в июле этого года, уже после вступления этих стран в НАТО, на Ваш взгляд, какие-то решения этого саммита имеют отношение к Арктическому региону? И могут ли они служить предвестниками изменений в сфере безопасности? Напрямую нет. Июльский саммит 2024 года каких-то принципиальных решений вообще не принял. Почему? Потому что в 2022 году была принята новая стратегическая концепция. На ее основе в 2023 году в Вильнюсе были одобрены региональные планы, оборонительные планы для восточного и северного флангов. Вот туда сейчас встраиваются Финляндия и Швеция. А сейчас идет работа по реализации этих планов и по проверке этих планов. Вот те учения, которые проводились на севере Норвегии, и не только на севере Норвегии, но и на востоке НАТО, это учения, в которых проверялось, как могут работать эти планы. В отношении Финляндии и Швеции речь идет сугубо относительно того, чтобы им интегрироваться. Оперативно они совместимы давно, потому что с 2014 года и Финляндия, и Швеция очень активно взаимодействовали с НАТО в рамках так называемого углубленного партнерства, и они участвовали, скажем, в воздушном патрулировании Исландии, у которой нет своих вооруженных сил. То есть их вооруженные силы полностью оперативно совместимы с силами НАТО. Но речь идет о другом, потому что они должны встраиваться в культуру и в структуру командования, в культуру и структуру в 2022 году в НАТО было принято решение о создании новой модели сил Альянса. Это количество наращивания сил готовых к оперативной переброске на восток и на север. До 100 тысяч в короткий период, но короткий период у них это 15 дней, это совсем не короткий период, и до 300 тысяч в течение 30 дней. И есть там еще планка 500 тысяч, но это уже на долгосрочный достаточно период развертывается. И в этой связи встают вопросы, скажем, будут ли продаваться какие-то силы Финляндии и Швеции в состав этих быстрых сил реагирования. А надо понимать, что эти силы, в отличие от общих вооруженных сил страны Ченопольянса, они будут на постоянной основе подчинены непосредственно Верховному Голокомандующему силам и НАТО в Европе. То есть они будут постоянно находиться в его распоряжении, чтобы можно было быстро принимать решение о переброске. Значит, будет ли Финляндия и Швеция, будут ли они свои контингенты направлять в состав боевых групп на востоке Европы? Балтийские страны очень скептически к этому относились, скажем, финские войска, полагая, что появление там скандинавов и североевропейцев может привести к тому, что там меньше будет других стран Альянса. Большой блок, связанный с разными вопросами о том, что можно, что нельзя будет делать НАТО. Вот скажем, Норвегия, когда вступала в Альянс, ну, на разных этапах, в разные годы, 50-е годы, потом более поздние, а также Дания, они оговаривали особые какие-то вещи. Ну, скажем, запрет на размещение ядерного оружия на их территории. Сочин волновал американцев в свое время. Во-вторых, запрет на постоянное размещение боевых сил на их территории. Определенное ограничение по временному развертыванию для учения. В Норвегии вот это ограничение 24-й долгота, чтобы восточный 24-й долготы не проходил никаких учений. Вообще, они старались на севере учения не проводить и не пускать туда в ходе учений западных сил. В отличие от этого и Швеция, и Финляндия вступали в Альянс, не выдвигая каких-либо условий. Вообще. Не потому, что они не хотят, чтобы не было никаких условий, а они смотрят на то, как развивается обстановка, как реагирует Россия на эти вещи. И с учетом всего этого они уже будут определяться, будут они вводить какие-то ограничения или не будут. Ну, скажем, финны изначально не планировали появление на постоянной основе какого-то натовского многонационального присутствия на их территории. Сейчас эта тема обсуждается. Все эти вещи могут меняться. Конечно, очень такой ключевой вопрос это может или не может появиться ядерное оружие. Значит, специально это не оговаривалось. Законодательство в Финляндии запрещает это. Я не воспроизвожу там сложная формулировка запрет на ВОЗ и так далее. Законодательство в Финляндии запрещает это, хотя в стране идет дискуссия сегодня о том, что не нужно смягчить эти ограничения и какую-то возможность обозначить. В Швеции нет такого запрета, но правительство ссылается на такую многолетнюю практику допущения появления ядерного оружия в территории страны. Хотя оппозиция в Швеции сегодня настаивает на том, чтобы эту практику узаконить и ввести соответствующее законодательное ограничение. Это одна страна. Вторая страна, став членами НАТО и Швеции и Финляндии будут участвовать в работе... Да, кстати, американцы они не планируют там размещать ядерное оружие, потому что это с точки зрения военной совершенно не нужно, не имеет никакого смысла. Поэтому сама дискуссия немного сколастическая. Значит, они будут принимать участие в работе группы ядерного планирования. Это совершенно новая будет сфера и для Финляндии, и для Швеции. Один из вопросов, который уже обсуждается в Финляндии, стоит или не стоит Финляндии в какой-то форме присоединяться к НАТОвским программам, которые предполагают участие европейских стран НАТО в ядерных миссиях Альянса. Это вот тот самый знаменитый нюклео-шеринг. И с точки зрения того, чтобы иметь возможность в рамках этой программы отрабатывать применение ядерного оружия, хотя Финляндия закупает сейчас самолеты F-35, там есть другая гражданская сторона, когда не несущие ядерного оружия самолеты стран-членов НАТО, они как бы обеспечивают прикрытие тех самолетов стран НАТО, которые могут нести ядерное оружие. Вот Финляндия раздумывает принимать участие в этой программе или принимать. И, конечно, это будут очень серьезные вещи с точки зрения структуры в целом вооруженных сил и Финляндии, и Швеции. Вооруженные силы в Финляндии основаны на принципе резервистов. Там относительно небольшие силы, постоянные, но вот большая армия резервистов, которые могут быть призваны в короткие сроки. Это не то, что работает в НАТО. Вот в какой форме Финляндия будет устраиваться в эти вещи. В Швеции тоже придерживается концепции тотальной обороны. Наверное, ей тоже придется менять структуру. Частично, по крайней мере. И вот это то, что сейчас отрабатывается. Потому что после принятия региональных планов обороны начинается согласование между штабами Альянса и военными властями стран-членов Альянса. Вот если нужно набрать 300 тысяч для готовности к развертыванию в течение 30 дней, дальше начинается вопрос. Кто выделит сколько? Какие силы будут выделяться? Сколько НАТО хочет иметь? Какие силы НАТО хочет иметь? Какие силы могут, не могут, хотят, не хотят предоставить соответствующие страны? И пока только нам известно, это не в открытом доступе, нет такой информации. Пока только известно, что Германия готова выделить 30 тысяч военнослужащих. И там, соответственно, часть военно-морских сил, военно-воздушных сил Великобритании обозначила, что она готова выделить в состав вот их сил США, готова выделить часть своего контингента. Впервые за много лет, когда эта часть американского контингента поставлена под прямое командование штабов Альянса. Ну вот это то, что сейчас обсуждается. Это будет твориться в течение... Обычно в НАТО этот процесс занимает 4-5 лет. Значит, вот он только начинается, и Финляндия и Швецы встраиваются в него фактически в начале этого процесса. И еще раз, очень важно, очень многое их решение будет зависеть от того, что будет проходить, условно говоря, на европейском севере и на российско-финляндской границе. Будут ли с той или другой стороны нарушения воздушного пространства, что-то беспокоит. Отчасти это будет зависеть от того, какие политические силы будут во власти в этих двух странах. И вот этот элемент пока не определенный. Поэтому, возвращаясь к началу, вот эти критерии, которые мы разработали, они важны для того, чтобы смотреть, а куда это идет. Появляются ли постоянные присутствия, появляются ли базы, появляется ли новая инфраструктура, какие учения проводятся, какие сценарии закладываются в эти учения, масштаб этих учений и так далее. Получается достаточно большой пласт вопросов в сфере военной безопасности. Но для Арктики, помимо военной, всегда была важна и остается важной невоенная безопасность. Между западными странами и Россией до 2022 года шел достаточно активный диалог по вопросам невоенной безопасности. А какие риски наиболее актуальны сейчас в этой сфере, именно вне военной? И ведется ли по ним хоть какой-то диалог? Ну, во-первых, риски, они остаются прежними. Там было две большие категории рисков. Безопасность человека, безопасность человека на море. И второе, это экологические риски, которые могут иметь разные происхождения. Это и возможные разливы нефти, это возможный ущерб под, в общем-то, не очень сильно по сравнению с другими океанами, но нарастающие с удоходством, расширяется зона рыбоносства. Примерно половина судов, которые ходят в Арктике, больше в географической зоне, это рыболовецкие суда. Ну и так далее, вот эти вещи. Они остаются, они усиливаются, потому что климатические изменения продолжают приносить свои сюрпризы, хотя по-прежнему зимой Арктика замерзает достаточно рано. И по-прежнему для того, чтобы там ходить, нужны специальные суда, следованные селениями, специальные конструкции остойчивости, специальными силовыми установками и прочее, прочее. Все, что сформулировано в Полярном кодексе в качестве требований для арктического судоходства. И с точки зрения безопасности жизни на море, конвенции соус, в которой вносились изменения и с точки зрения сохранения морской среды от загрязнения судов в этом море. Я не буду возвращаться к тем решениям, которые принимались до 2022 года. Они были, потому что была принята конвенция по балластным водам. Она глобальная, надо было бы, конечно, ее адаптировать к арктическим условиям со своей спецификой. Я могу сказать так, что хотя общий диалог в целом у нас остановлен, поставлен на паузу, и прежде всего это касается Арктического совета, где не проводятся встречи с главными старших возрастных лиц, рабочие группы сейчас стали встречаться, но в онлайне. Это, конечно, не совсем тот формат, который позволял детально прорабатывать какие-то рекомендации старшим возрастным лицам и министрам. В этом смысле Арктический совет пока парализован. И пока главное, конечно, то, что он сохраняется. Это оставляет возможность тому, чтобы вернуться к этому формату, когда мы, хочется, говоримся по более крупным вопросам соответственно. Но это не значит, что нет совершенно никакого диалога по этим вопросам. Мы все являемся участниками Международной Морской Организации. Там мы представим. Там какие-то контакты происходят. Пока нет движения по разработке новых каких-то договоренностей, касающихся, в частности, Арктики. Скажем, большая тема до начала конфликта была это расширение запрета на использование мазутного топлива в Арктике. Первые решения были приняты. Они очень ограничены по классу судов и прочее. Поэтому была большая тема о том, чтобы расширять эти запреты. Мы говорим об этом, естественно, поскольку это обсуждается в ИМО, но движения к решениям каким-то нет. Такое удивительное исключение, то, что на всем этом печальном фоне раз в год все-таки проходят встречи представителей государства, участников соглашения по рыбоносу в центральной части Арктического океана. Там, где обсуждаются вопросы и научного сотрудничества, хотя научное сотрудничество тоже очень сильно пострадало. Какой-то ручеек остается, но активного обсуждения нет и, конечно, не приходится ожидать в ближайшей перспективе принятия каких-либо серьезных решений, которые укрепляли бы экологическую безопасность в Арктике. Вот безопасность человека, она в основном закрыта теми изменениями, которые относились к конвенции Солнц, хотя там тоже речь шла о том, чтобы расширить применение этих положений на меньшие классы судов, которые могут появляться в Арктике. Вот прорывных решений я, к сожалению, не ожидаю, но хорошо, что хотя бы ручеек какой-то остается. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши ответы. С нами сегодня был Андрей Владимирович Загорский, кандидат исторических наук, член Российского Совета по международным делам, заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов ММО-РАН профессор Гима. Редактор субтитров А.Семкин